Слава медиков, Тимиртау прочно занимает первое место в республике по количеству ВИЧ-инфицированных. Каждый десятый случай заражения регистрируется в нашем городе. В области в этом сомнительном рейтинге Тимиртау равных нет. 23 960 человек, то есть 70% приходится на голову Тимиртау. То есть заболеваемость и сосредоточение в голове Тимиртау считается основной. И Тимиртау определяет всю конъюнктуру для нашей области и для республики. При этом врачи отмечают, ВИЧ перестал быть уделом социально уязвимых слоев населения. Все чаще заболевания регистрируются у вполне благополучных людей. При этом в городе стало больше зараженных женщин. С начала года зарегистрировано 129 фактов, причем 28 из них беременны. Да и в целом, по словам медиков, инфицированных становится больше. За 10 месяцев зарегистрировано 148 случаев ВИЧ-инфекции. То, что у нас было 130 случаев. То есть у нас рост идет на 18 случаев. Мы в полном пути передачи. И сейчас уже где-то вот 60%, 65% это идет инфицирование половым путем. Для того, чтобы еще раз напомнить горожанам о проблеме, в Тимиртау в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИД, который отмечается 1 декабря, пройдет целый ряд мероприятий. Они включают в себя флешмобы, театрализованное представление, подготовку учащимися информационных материалов и множество тематических акций в медучреждениях города. Одно из ключевых мероприятий пройдет в городском дворце культуры. Планируется грандиозная акция совместно с Центром СПИД. Это будет шапогат, который будет проводиться в дворце металлургов, посвященном Всемирному дню борьбы со СПИД. Она будет проводиться 26-го, да, даже 26-го числа. В целом в рамках месячника, посвященному Всемирному дню борьбы со СПИД, мероприятия в нашем городе будут проходить практически ежедневно. И, по словам медиков, это позволит осуществить максимальный охват населения и напомнит горожанам о мерах предосторожности. Алексей Никоноров, Дмитрий Поленов. Новости Тимиртау.